Скрывать масштабы потерь в Украине российским властям все труднее. В стране стремительно разрастаются кладбища. Чтобы купировать панику, в некоторых регионах ввели ограничения на выдачу тел погибших из моргов. Но контролировать поток некрологов в соцсетях Кремлю пока не удается. Как россиян пытаются обмануть в вопросе потерь, наш следующий материал. Как бы ни пыталась Российская Федерация замалчивать число погибших в Украине собственных солдат, кладбища по всей стране наглядно демонстрируют. Армия несет колоссальные потери в живой силе. Победа будет за нами! Ура! 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 Кладбище увеличилось на самом деле. Увеличились потери. Похороны стали обыденностью в Бурятии, Тыве, Самаре. Ну вот, город Владивосток. Морское кладбище. Ребята наши. Из-за расширения кладбищ правительство решило маскировать потери. В Северной Осетии в некоторых регионах ввели систему дозированной выдачи тел из моргов. В Северной Осетии, к примеру, это не больше двух погибших в день. Самолет, то грибитесь. Сейчас вот это аккуратно все вытаскиваем вот туда вот. Еще одно новшество – хоронить российских военнослужащих на разных участках с целью избежать скопления свежих могил. Могилы прямо у дороги вдоль трассы Абакан-Белый Яр практически в чистом поле появились свежие захоронения. И это только начало. Захоронений будет еще больше. У всех есть какие-то знакомые, которых мобилизовали на эту войну. И вот зримые олицетворения этой войны. Вот эти вот захоронения. По данным Центра стратегических и международных исследований, в среднем за месяц в Украине погибало в 25 раз больше российских солдат, чем в Чечне, и в 35, чем в Афганистане. В общем же, Россия теряет ежемесячно до 6 тысяч солдат. Нельзя не отметить удручающую реальность. Количество могил растет невероятно быстро. И скоро эти холмики у дороги не будут одиноко выбиваться на общем фоне. Некрологи в соцсетях следуют один за другим. По телевидению же рассказывают только о единицах погибших. Это год 48 могил, существования которых вы даже нигде не прочтете. Рост числа могил в России фиксируют спутники. К примеру, кладбище ЧВК «Вагнер» увеличилось в 7 раз за последние два месяца. Россия пока потеряла более двух тысяч основных боевых танков. Погибли и были ранены более 200 тысяч российских солдат и более 1800 офицеров. Дефицит боеприпасов российское командование компенсирует количеством солдат, волнами отправляя их гибнуть в Украину. Это весь состав, который стоит здесь. Сейчас половина убитых, половина в госпитале. В России жизнь солдата ничего не стоит. Всех погибших солдат можно заменить. И число потерь не изменит общественного мнения относительно войны. Сами же мобилизованные продолжают жаловаться на условия службы, недочеты командования и масштабы потерь. Но российских захватчиков никто не слышит. На фронте они всего лишь расходный материал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!